Добрый вечер! Сегодня у нас тема такая очень важная. А какие мы можем совершать ошибки в духовной жизни? Мы в прошлом занятии говорили о тайных недугах души, о тайных страстях, прежде всего речь идет о тщеславии, эгоизме, самолюбии. И вот движимые часто бываем тщеславием и неразумной ревностью, самомнением. Из этого часто вырастает в нас страсть к учительствованию. Стало порой обычным в наше время делом наставлять и нарвучать ближнего. Хотя порой учителями становятся те, кто сам еще мало сделал шагов в духовной жизни. Только-только начал жить христианской жизнью, покаялся. В храм походил, в монастырь съездил, поменял маленькую жизнь свою чуть-чуть. Походил в церковь, почитал Евангелие, святых отцов чуть-чуть. И уже начинает учить других людей. И обличать своих близких, друзей, родственников, упрекать их в неверии, в невоцерковленности. И бывает так, что человек в таком состоянии начинает учить других людей. Не рассчитав и не познав себя, свое духовное состояние, возвращается вновь к своей прежней греховной жизни. И те, кого он обличал, видя его в таком жалком состоянии, приписывают самому христианству бесполезность и немощность. И сами еще более отвращаются от церкви. Немало людей, наверное, многие из нас, прочитав что-либо поучительное из святых отцов, например, и сразу же начинают спешить, спешат преподнести этот урок ближним. И торопятся вразумлять их, своих ближних. Хотя сами еще на опыте не пользовались этими духовными правилами. Может, они и полезны. Но не испытав опытно, не познав опытно, люди уже начинают других учить. У многих вся религиозная жизнь начинается и заканчивается, как бы сказать, в голове, только в уме. Многие христиане только в уме. А вера не доходит до сердца. Религиозное познание через слух, через разум вращается в уме, пересматривается, переосмысливается, часто переделывается на свой лад и тут же через язык выносится наружу. Выдаются окружающим, как бы нечто взятое из действительного духовного опыта. Но такое знание, не испытанное, не выстраданное, деятельной жизнью, борьбой, такое знание устое. Человек, получающий не из духовного опыта, а из книжного знания, по слову Исаака Сирина, подобен художнику, который, обещая воду жаждущему, пишет ее красками на стене. Беда еще в том, что преждевременно посвятивший себя учительственную, остается сам без плода. Увлечение это становится сильным препятствием к тому, чтобы заниматься собою, видеть в себя свои немощи, свои недостатки, искать собственного врачевания. Можем ли мы напиться водой, нарисованной? Не можем. Такие пользы мало нам принесет поучения, которые не лишь книжные, не испытанно, надеянно, опытно, не познанные. И порой в основе такого вот желания учить других нравственностей лежат тщеславие, самомнение, гордость ума. Часто философы, религиозные мыслители, еретики старались усиленно распределять свои мысли, свои ереси, свои заблуждения. В Священном Писании сказано «Немногие, учители бывайте, братья мои, ведящие, якобольшее осуждение приимем», говорит апостол Иаков. Вот что говорят об этом святые отцы. Один старец сказал «Не начни учить преждевременно, иначе во всём, во всё время жизни твоей прибудешь недостаточным по разуму». Тут ключевое слово «преждевременно». Учить это не запрещено, и нужно учить. Но беда в том, что когда кто начинает учить преждевременно, когда он к этому не готов. Авапивин Великий говорит «Учить ближнего столько же противно смиренно мудрю, как и обличать его». Вот что сказал Авва Исаия. «Опасно учить ближнего преждевременно, чтобы самому не впасть в то, от чего предостерегается ближний учением. Впадающий в грех не может научить тому, как не впадать в него». Вот это даже записать и заучить надо. «Впадающий в грех не может научить тому, как не впадать в него». Вот как грешник может научить другого человека, а как не грешить, если он сам не знает, сам не может не грешить. какой из него учитель будет нравственности. стремление учить других по признанию себя способным к этому служит причиной падения для души. Исаак Сирин говорит. «Хорошо богословствовать ради Бога, но лучше всего для человека соделать себя чистым для Бога. лучше тебе, будучи ведущим и опытным, быть косноязычным, нежели от остроты ума своего подобно реке источать учения. Позвольнее ли тебя позаботиться о том, чтобы мертвость души твоей, а страстей, воскресить движением помыслов твоих божественному, нежели воскрешать умерших. Многие совершали чудеса, воскрешали мертвых, трудились в обращении заблудших и творили великие чудеса. Руками их многие приведены были к богопознанию. И после всего этого сами, оживотворяющие других, впали в мерзкие и гнусные страсти, умертвили сами себя и для многих сделались соблазном. Когда явны, стали деяния их, потому что они были еще в душевном недуге и не заботились о здравии душ своих. В священном Писании сказано, Господь говорил, многие на страшном суде придут и скажут, Господи, не Твоим ли мы именем пророчествовали, бесов изгоняли и так далее. Чудеса творили. Он скажет, отойдите от меня, все девыщие беззакония. И творение чудес не является доказательством в святости человека, его духовного здравия. Когда человек придет в мирное устроение, тогда он может от себя и на других изливать свет просвещения разума. Вот бывает так в семейной жизни придет муж пьяненький и жена начинает его укорять, поносить и так далее. Тому подобное. Вот подумайте, может ли такая жена подвержена страстью осуждения благотворного повлиять на своего мужа, чтобы он не пил? Не может. Они по сути в одинаковом состоянии духовного падения. Что для одного страсть винопития, то это другого страсть осуждения. Такой же алкоголь, пьяняющий душу. Только алкоголь пьянит тело и поворачивает разум. Остается осуждение, так же пьянит душу и порабощает. Вот избавься от страсти, сделай себя безгрешной, достигни бесстрастия, тогда и благодать Божие через тебя подействует и на того мужа. как Серафим Саровский говорил, стяжи дух мирен и вокруг тебя спасут и тысячи. А если тебе будет дух злобы, дух раздражения, гнева, ты не сможешь исправить другого человека. Еще раз горит еще больший конфликт и ссоры, и вражда. тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. о страсти, кто подвешен страсти, тщеславии и самомнению, любит учить других людей. А гордость куда можно приписать? Ну, это тоже тщеславие, гордость, они, сказать, в рядышком стоят. Они взаимосвязаны. Да. И некоторые нации говорят, как это единая страсть, тщеславие, гордость. Много разновидностей и по-разному проявляется и гордость, и челавия. А не сказать, близнецы. Частенько замечаешь раздражение. Видишь, но не остановиться бывает. И они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву, неполезным и вредным советом. Ибо для совета, для руководства недостаточно быть благочестивым, начитанным, образованным. Надо иметь духовную опытность и более всего духовное познание. Не книжное, а которое приносит душе, дает Дух Святой и благодать Духа Святаго. А Исайя говорил, откуда могу знать, угоден ли я Богу, чтобы сказать брату, поступи так или иначе. Сам нахожусь еще под игом покаяния по причине грехов моих. Часто к священникам подходят и говорят, как мне туда-туда, откуда мы можем знать. посоветовать несколько вариантов изложить можно, но поступать как тут уже человек свободное существо делает, должен делать сам выбор. Добрые чувства молчаливы. Излияние через слова ищут более чувства эгоистические, чтобы высказать то, что льстит нашему самолюбию и что может выказать нас, как нам мниться с лучшей стороны. Каждому из нас более должно заботиться о себе самом, о своей душе и о собственной пользе душевной, потому что по слову апостола каждый из нас сам о себе воздает слово Богу. У нас же порой происходит путаница от того, что мы все более склонны к разумлению других и стараемся не только убедить, но и разубедить и доказать многоразличными аргументами. вот вот что Игнатий Бринчанинов пишет «Еще не узнал что есть истина а хочу быть наставником других». Душа моя, все даровал тебе Господь смысл, разум, ведение, рассуждение, познай же полезное для тебя, как мечтаешь ты сообщать свет другим, когда ты сама погружена еще во тьму. Врачуй прелисом себя, а если не можешь, то оплакивай слепоту свою. Многие святые и древности святители Григория Палама многие другие молились так «Господи, просвети тьму мою». А мы, находящиеся еще во тьме, ну, чуть-чуть немножко душа просветилась и уже подобно свечечки, уже хотим весь мир освещать. Если слепой поведет слепого, не оба ли в яму упадут? из слов святых отцов видно, что поучать, руководить, наставлять это дело полезное, но не для каждого. еще нужно, конечно, говориться. Если речь идет о учительстве, когда мы пытаемся, хотим учить других нравственностей, духовной жизни и так далее, духовно просвещать, сами будете еще по сути во тьме. Здесь не касается советов профессиональных, когда мы даем других, учим других, даем профессиональные советы. Если в этом никакого греха нету, ошибок нету, если ты лучше понимаешь своей профессии, чем другой, конечно, ты должен указать его ошибки. Если мы передаем опыт, свой жизненный опыт молодым людям, другим людям, это, пожалуйста, нужно, необходимо жизненный опыт передавать. если какой-то человек начинает в обществе как-то вести себя по-хамски, конечно, надо его поставить на место, но только тактично, вежливо, а не грубо и не использовать ни цензурную брань, как это нередко бывает. как апостол Павел, по-моему, говорит, вы духовно исправляйте другого человека, согрешающего, духом кротости, вежливо, тактично. бывает, необходимо, надо человека поставить на место. Вот об этом надо помнить. замечания тоже можно делать другому человеку, детям, допустим, да, мусорят где не нужно, да, надо сделать замечания, конечно, тоже вежливо, тактично, вот не подобает учить духовной жизни такими нравоучителями становиться, когда сами еще находимся под игом страстей. здесь сами мы не можем не грешить, как мы можем других научить не грешить, не сможем. начало полюби, потом учиться. Если не ошибаюсь, то ли блаженный Августин, что-то у него похожие мысли были. или как-то полюби и делай что хочешь. А еще говорится, пока не спросили, не говорили. Я тоже сейчас хочу хочется всегда какое-то свое мнение написать, рассказать, но к этому сейчас стремлюсь, пока не спросили, не говорили. И святые чаще всего так поступали. Когда спросят, тогда они давали советы. Причем, что интересно, не всегда давали советы. А сначала молились Богу, чтобы Господь их разумил. Как-то я прочитал про одного оптинского старца, который никогда не говорил от своего ума, от своего мнения. Никогда не рассказывал свое мнение. Если его что-то спрашивали, он не давал сразу ответа. Говорил, приходите завтра спросить этот вопрос. пошел, молился и просил Бога, чтобы Бог дал ему ответ. Вот однажды к нему приехал известный русский писатель, вы все его знаете по книгам, написавший мертвые души. Кто написал? Николай Васильевич, по-моему, Гоголь. В его жизни сложилась такая ситуация, но тут боюсь я точно пересказать, могу ошибиться. Он написал мертвые души, а его духовник был против. И вот под действием своего духовника он уничтожил рукопись мертвых душ. А потом задумался по размышлению, все-таки чувствует, надо написать. И пожелал поехать известным на всю Россию прозримый святым общинским старцем. но вот что сказать, он не желал прямо говорить. Вот мне духовник тот сказал, я не хочу его слушать, хочу по-своему, так он не мог сказать. И он думал, думал, как же я обращусь к оптинскому старцу. сюда. И тут случай подвернулся, его пригласили на свадьбу. поехал он к старцу общинскому с такой задумкой, с такой мыслью. Я спрошу у старца, что мне делать, на свадьбу ехать или возвращаться домой. Если скажет, на свадьбу ехать, значит, все, больше писать не буду. Если скажет, возвращайся домой, значит, нужно восстановить и написать мертвые души. И он приезжает к этому старцу. К сожалению, я забыл его имя. Вот читал, слышал о нем много лет назад, поэтому за точность этой истории не ручаюсь. Приехал ему, спросил, а тут говорит старец, завтра подходи. Он завтра отходит с этим вопросом. старец опять говорит, завтра приходи. Почти молился, но Господь не давал ему ответа. Третий раз потом опять приходит, завтра приходи. И вот в третий раз или в четвертый или в третий приходит Гоголь Гоголь и спрашивает этого старца. Это с этим же вопросом. На свадьбу ехать или домой? Старец говорит, поезжай-ка ты домой. Вот такая история. Это надо узнать об этом, кто изучает наследие русского писателя. Он будет вытащить этот момент. Вот такие многие святые не желали от своей ума говорить, от своем мнении, свое понимание, как они понимают эту ситуацию, а просили прежде выразумления от Господа, чтобы Господь им открыл. Почему-то потому-то и вся Россия ценила великих оптинских старцев и многих других. А нам, конечно, не стоит лезть со своими норовочениями. Особенно человек, который не воспринимает это. Вот представьте себе человека, которого тошнит, рвота у него. Будете ли вы ему кормить еще в это время, давайте. То же самое. Пища это норовочение. Человек тошнит от вашего норовочения. Он не слышит, не входит. начинаешь говорить своим детям, да? Я заметил, нет он к детям, но и родным или кому-то. Вот никогда не сделай. Никогда. Поэтому надо сказал раз, другой не слушает. Оставьте это. Лучше молитесь. Дети, когда вас не слушают, вы молитесь Богу, и Он вас послушает. И тогда поручите своих детей Бога, чтобы Он их воспитал и исправил ваши ошибки воспитания. Ну, конечно, чаще это будет для родителей неприятно, болезненно, потому что Господь чаще всего исправляет людей через скорбь и страдания. Сказали раз, сказали два, поступает по-своему. Лучше молитесь. Но если спросит вас кого-то совета, конечно, можно высказать свое мнение. Таковы вопросы. Это надо знать, что ваш ответ может быть ошибочным, неверным. Интересная мысль была сегодня в тексте, то, что ни словами, ни нравоучением, ни своим видом покажи это. Действительно, я это ощутила уже в школьные годы. Одноклассники видели, что я хожу в храм, была разная реакция, но до сих хуй помню, как 10-11 класс одноклассники ко мне приходили уже с вопросом, как подойти к священнику, что можно сделать, когда воды набрать. Конечно, вопросы такие новоначальные, но было приятно, мне было приятно, они меня уже начали ценить. И также на работе я не говорила, то, что я хожу в храм, одну ночную, у каждого своя жизнь, но в такие вот моменты находилась, подходят к алике и аккуратненько говорят, а когда у нас Пасха? Я говорю, как я тебя интересую? А когда у нас там что-то, можно кулечик осудить, в храм сходить? Уже вот такие личные вопросы покращенцы, они видят это, чувствуют. так, как сказано в одном древней потерьке, если не ошибаюсь, про преподобный Антоний Великого, когда к нему пришли несколько монахов из других монастырей или кельи, пустынь, раньше были отшельники для духовного совета. тогда. Но один спросил что-то, другой спросил, третий, да. Один все сидел, сидел, ничего не спрашивал. И тогда Антоний Великой обращается к нему. А что ты молчишь, ничего не спрашиваешь? Тогда тот ответил, а мне достаточно смотреть на тебя и быть рядом с тобой. И я уже приземляюсь, наставляюсь. Как-то так бывает такая история. плохими мы будем учителями, если мы говорим одно, а делаем другое. Говорим не грешить, а сами грешим. Пастись. Да. Таких много примеров. Или отец с сигареткой в зубах говорит сыну не кури. Поэтому будем сначала себя выразумлять, себя получать, себя просвещать, себя укорять, себя учить. себя обличать. Тогда с Божьей помощью по мере духовного застания может Господь и просветить нас. И мы сможем другому человеку дать более-менее верный совет. это тема обширная. Следующие мы продолжим. на сегодня наверное все так. Есть еще какие-то вопросы? И по этой теме вообще на любую тему. мы Скажите, пожалуйста, откуда можно отправить? Что будет в стихии? Мы целуем священнику уроку. Я читала о чаши? Что сомри может быть нет, показываем свою мокрисность. Что священник священник держит чаши, поэтому народ сегодня так или не во-первых и потому что имеют благодать священство. Так и святитель Иоанн Стауст говорил, что если я повстречаю на своем пути ангела и священника, то сначала я подойду к священнику. Я благо за его потом как-то так говорил. Недавно я прочитал уже о нашей времени речь идет. когда молодого священника руку положили служил немножечко к нему подошел уже почтен священник и пожелал ему поцеловать руку. Тут от смущения или по ложному смирению отдернул руку, не захотел. священник сказал примерно следующее. Если ты считаешь, что твоя рука не поражит церкви, тебе не надо было становиться священником. священник сам себе не принадлежит. Это общее достояние церкви. И не может творить, что хочет. Также и рука священника ему не принадлежит. Или не только ему принадлежит. Ну как-то так вот. Ну следующее мы продолжим беседы. Это очень интересная тема. И какие мы иные бываем ошибки совершаем. А сколько враг для нас приготовил всяких ловушек духовных и сетей? Да. и так как это 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 не . Продолжение следует...